что встретились с Леночкой. Леночка, это харьковчанка, но она уезжала к дочке в Лондон. Покажи, что тебе Леночка привезла, уже вернулась. Покажи, что тебе Лена привезла. Покажи, покажи машинку. Ну покажи. Мы шли от логопеда как раз здесь, на этом районе. А договорились с Леной встретиться, она сейчас. Покажи одну машинку, а вторую покажу. Какая красивая! Сейчас еще покажем. И такой автобус, автобус из Лондона, да? Такой лондонский, настоящий, двухэтажный. Красивый автобус? Да, да. Да, красивый. Сейчас положим. Еще там две футболочки, но мы уже дома вам покажем. Я не знаю, будет. Если будет интересно, то придем домой, покажем, чтобы сейчас посреди улицы не стоять. У Лены такая собака красивая. Я не стала уже снимать такой золотистый ретривер. Мне кажется, ретриверы это такие собаки, которые, ну знаете, такие семейные, спокойные. Когда вот счастливая семья и всегда такой ретривер золотистый. Ну, либо они золотистые, они есть и черные, и шоколадные. Ну, они всегда такие добродушные. Я вообще собак очень люблю. Не только собак. Здравствуйте. Миран, не убегай, пожалуйста. Иди сюда. Иди сюда. В общем, сейчас пока шли, встретили зрительницу Валентину, очень такую добрую. Я же говорю всех людей, кого я встречаю, зрители, которые ко мне подходят, что-то сказать, что они смотрят. Мой канал, это, как правило, очень добрые, позитивные люди, которые вообще меня-то это так всегда удивляет. С радостью сразу же зовут к себе домой на чай. В общем, спасибо большое. Не перестаю удивляться, вот сколько в мире хороших действительно Амиран людей. Сорока полетела. Вот тут, как всегда, фотографируют Дунаевского. И Шульженко. Все всегда снимают. Там еще такие красивые цветы сделали внутри. Клумбочку. В общем, такая достопримечательность. Амиран, ты где? А на площадке никого. Как я люблю гулять на площадке, когда нет детей. Просто замечательно. Амиран, потому что здесь обычно очень много детей на этой площадке. И вот сейчас никого нет из-за дождя. Амиран, горка мокрая. Мокрая, мокрая горка. Нам надо домой ехать, кушать, зайчка. Давай, пять минут, и мы поедем домой кушать. Так, я здесь вернулась с закупки. Кое-что купила по своей работе. Сейчас вам покажу. Это блюдце и чашечка. Гарнер. Дореволюционная чашка в фабрике Гарнер в Москве. Блюдце и чашка. К сожалению, чашка очень красивая, но, к сожалению, как вы можете видеть, на ней трещинки. Такие паутинки. А так, если бы была целая, то очень приятно из такой пить чай. Такая вот шкатулка. Тоже старая. До революционного времени видно по петелькам. Красивая. Но здесь, к сожалению, отсутствует вот эта вот часть. Запонки. Такое вот блюдо. Монумент князя Воронцова. Это у нас наше родное будянская фабрика Кузнецова. Кто знает, она располагалась в Будах. Буду, это такой населенный пункт, рядом с Харьковом. Там тоже было одно из предприятий Кузнецова. И пробыла до практически наших дней. В 2019, по-моему, году или в 2020 здание фабрики было уничтожено. Ну, его решили просто снести. А это целая история. Такое замечательное блюдо. Это ландыши. Как вы можете видеть. Это майолика. Здесь без опознавательных знаков. Здесь нет клеем, но я думаю, что это наше предприятие. Ну, в смысле дореволюционный царизм. Одно из наших предприятий. Я не думаю, что это Европа. Это как-то даже чувствуется по самой массе. И по рисунку. В общем, думаю, что это наше родное. Так, далее покажу елочные игрушки. На самом деле, это такой удивительный момент. Я очень люблю елочные игрушки. Это не елочная игрушка. Это такой из целлоида. Петушок убитый, но для витрины пойдет. Так, что касаемо елочных игрушек. Я обожаю елочные игрушки. Я их и себе беру, как вы могли видеть на елке у меня в новом году. Когда была елка, можете пересмотреть мое видео. Елка была украшена подобного рода игрушками. Это игрушки 50-60-х годов. Звездочет. Вот очень интересная елочная игрушка. Она такая символика. Серпа и молота. И здесь звезда. Подобного рода игрушка у меня тоже висела на елке. Что здесь у нас есть? Из Айболита персонажи. Попугай. Что здесь еще было? Из Айболита утка. Нет, это, по-моему, не из Айболита. Это из какой-то другой серии. Но, в общем, утка тоже хорошая. Ну, и вот такие вот игрушки вы можете видеть. У нас на прищепочках разные. Так, эти мы отставим пока что в стороночку. И сейчас я вам достану. Вот интересные игрушки. Это очень старые шары. Амиран, Амиран, ничего не трогаем. Пожалуйста. У меня здесь пришел маленький разбойник. Ничего не трогаем. Что здесь самое интересное? Я хочу показать. Естественно, вот эта вот игрушка, когда делали шары, в данном случае, грушу из лампочки. Это игрушка времен Великой Отечественной войны, когда производство продолжалось. Брали лампочку, обычную лампочку. И делали вот такие вот что, зайка. Это не мячик. Это игрушки. Я очень люблю подобного рода. Они бывают с красивыми сюжетными рисунками. Ну, в данном случае вот такая. Так что игрушки из лампочек. Они интересны тем, что даже во время войны люди продолжали пытаться жить, наряжать елки. Они так, как мне сейчас пишут. Вы что, продолжаете жить и веселиться? Не в подвале сидите? Вот и тогда люди продолжали даже подарочки под елку класть. Вот Амиран, я тебя прошу, ничего не трогай. Смотри, какая игрушка. Смотри, какие грибочки и елочка. Да? Да? Красивая, но она очень бьющаяся. Это не мячик, это стеклянные игрушки. Еще открытки там у меня, но открытки вы уже увидите в следующей серии. Не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал. Всем хорошей, тихой, доброй, мирной ночи. Сладких снов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...